С момента скандального задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича прошло всего несколько дней, но уже сейчас можно сделать определенные промежуточные выводы о том, кто от этой неоднозначной истории выиграл, а кто проиграл. Если ситуация продолжит развиваться в текущем ключе, то к лузерам уже сейчас можно отнести саму Беларусь, соседнюю Украину и страны Прибалтики. А неожиданным победителем оказалась Россия. Что же дает нам основания так полагать? Почему к проигравшим относится Белоруссия, догадаться нетрудно. После резонансных президентских выборов 2020 года и жесткого подавления инакомыслия в этой стране силовиками, официальному Минску светит четвертый пакет ограничительных мер. Об этом западных лидеров активно просила президент Света Тихановская, и власти Евросоюза подтверждали готовность. Однако окончательно бить все тарелки с Лукашенко на Западе пока никто не был готов. Максимум, о чем шла речь, это персональные санкции против нескольких десятков физических лиц в Беларуси. В определенном смысле Александр Григорьевич сам подставился, создав на ровном месте себе новые проблемы. Еще какие проблемы? На Западе воспользовались удобным предлогом для сноса непризнанного им режима последнего диктатора Европы и ввели новые жесткие санкции против Белоруссии. Наш единственный официальный союзник оказался в воздушной блокаде. Компании Белавиа теперь запрещено совершать рейсы в аэропорты ЕС, а европейским компаниям – использовать воздушное пространство республики. К этим рекомендациям уже прислушались такие известные авиаперевозчики, как Люфтганза, Клемм, Эйр Франца, СЭС, Синопор Эрлайнс, ВИС Эйр, ЛОТ и Эйр Болтик. Велика вероятность, что этот список будет только расширяться. Фактически Беларусь принудительно вырезали из общего воздушного пространства Старого Света. Это создаст массу проблем не только Минску, но соседям из Прибалтики и Украине. Теперь, чтобы долететь, например, от Вильнюса до Киева, лайнерам придется совершать очень приличный крюк через территорию Польши. Это удлинит маршрут и, несомненно, существенно повысит стоимость авиаперелета. Одним лишь ростом издержек воздушных перевозчиков трудности не исчерпываются. Так, граждане незалежной лишатся Минска как нейтрального буфера, через который они летали транзитом в Россию. Теперь, видимо, придется делать это через Польшу или Прибалтику, а это означает дополнительные накладные расходы. Это может стать лишь началом поистине грандиозных проблем для Беларуси и окружающих ее стран. По данным уважаемого информационно-аналитического агентства Bloomberg, на Западе рассматривают сценарий полной торговой и транспортной блокады республики. Существующие европейские санкции включают эмбарго на продажу Беларуси вооружения, визовый запрет и заморозку активов для вовлеченных в эту историю лиц и компаний. Этого совершенно недостаточно. Следующим шагом можно расширить этот список лиц и включить в него важные государственные компании. Например, Беларуськалий. Один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, который приносит значительную часть национального дохода. На практике блокада может выглядеть следующим образом. Во-первых, Литва и Латвия могут отказаться предоставлять услуги своего транзита для белорусской экспортной продукции. Во-вторых, следуя настоятельным рекомендациям европейских властей, от сотрудничества с Минском могут отказаться его западные компании-контрагенты. В первом случае на выручку Минску может прийти Россия. Москва уже давно зазывает батьку перейти к использованию наших портов на Балтийском море, и в последнее время произошел существенный сдвиг. Президент Лукашенко позволил уговорить себя перевести половину от общего объема экспорта нефтепродуктов в Усть-Лугу. Соглашение подписано сроком на ближайшие три года с возможностью продления. При этом Минск в любом случае обязан будет оплатить услуги российских терминалов, даже если не воспользуется ими. Но куда ж он теперь денется? Если литовские власти продолжат следовать в курсе нынешней политики обострения, Клайпеда может лишиться остальных транзитных потоков. Правда, есть одна проблема. Специальный терминал для перевалки белорусских минеральных удобрений в Усть-Луге еще не построен, пока по этому вопросу только ведутся переговоры. Видимо, батьке стоило начать дуть на воду значительно раньше, когда ему это предлагала Москва, и было время спокойно подготовить всю необходимую инфраструктуру. Но что делать, если по политическим мотивам западные партнеры откажутся сотрудничать с террористическим режимом Александра Лукашенко? Возможно, эту имиджевую проблему удалось бы решить путем смены собственника Беларуськалия, и тут на сцену вновь может выйти Россия, крупный бизнес которой давно мечтает о поглощении белорусского конкурента. А еще в этой стране имеется немало промышленных предприятий и прочих интересных активов, на которые откровенно положили глаз отечественные олигархи. В целом, пока что именно Кремль выглядит главным бенефициаром от окончательного разрыва Минска с Западом. Бесконечные игры в многовекторность окончательно закончились, больше шантажировать Россию европейским курсом у президента Лукашенко не получится. Он сам своими же руками заколотил для Беларуси дверь в ЕС. Возглавляемая им страна теперь изолирована с западного направления, и никакого иного пути, кроме интеграции в рамках союзного государства, уже не осталось. Да, России придется за все заплатить, но теперь батьке придется реально дать взамен то, что его в Кремле настоятельно попросят.